книга открытым оком тема коммунизм том 21 вопрос 3409 с чем связано что никак не могут похоронить ленина самым на этот давал благословение отвечает игнатий тихонович лавкин на что на сохранение мумии на обозрение или на захоронение лично для меня он его жизнь столько неприятны что говорить о том не хочу есть мнение так простите лично для меня он и его жизнь настолько неприятны что говорить о том не хочу есть мнение людей не нашего круга 6 марта 2005 года убрать революционные некропы во втором номере рв за 2005 год были опубликованы материалы показывающие мистический смысл содержание теле тела ленина в мавзолее ниже следует эмоционально резкая но аргументированное обращение ветеранов великой отечественной войны в государственную думу российской федерации с обоснованием требования убрать мавзолей и тело ленина с красной площади цитата уважаемые председатель государственной думы россии уважаемые депутаты падение кровавой коммунистической тирании повлекло за собой переосмысление роли в ней ленина темы связанные с ними и бывшие ранее запретными в условиях тоталитарной идеологии получили сейчас подробное освещение во многих трудах основанных на архивных документах в них жизнь и деятельность ленина разобрана уже до основания подававшаяся ранее как мифологическое житие большевистского культа теперь подверглась анализу и черты характера ленина его деятельность оказались далекими от обожествленного идеала сведения об иезуитском фанатизме неразборчивость в средствах для достижения своих целей его переписка и секретные директивы шпионские связи с германским командованием по развалу армии и выводу россии из войны преступный октябрьский переворот факты из личной жизни включая болезни его многотомные труды всевозможные призывы шире применять расстрелы терроры насилие и многое другое изменили в нашем сознании и представлении образ ленина в отрицательную сторону из многогранной истории человеческой цивилизации ленин взял на вооружение лишь классовую борьбу бедных пролетариата и богатых буржуазии до борьбу с религией в самом искаженном и извращенном виде ленин со своими сподвижниками совершили преступный октябрьский переворот фарисейский назвав его великой октябрьской социалистической революции революцией унизили россию преступным бредским миром разогнали учредительное собрание уничтожили царскую семью уничтожили имевшиеся гражданские свободы и права человека разрушили до основания экономику страны низвели власть советов до придатка партийных органов изгнали цвет национальной интеллигенции за пределы страны за счет грабежа своего народа создавали и содержали в других государствах компартии занимались экспортом революции подавили в крови тамбовская кронштадтская донская ярославская сибирская ижевская астраханская и другие народные восстания почти уничтожили церковь разрушили тысячи храмов расстреляв десятки тысяч священников закрыли все типографии не принадлежавшие большевикам вели постоянную цензуру убивали инакомыслящих с помощью террора и насилия голода в результате развязанной ими в борьбе за власть гражданской войны погубили в россии 13 миллионов человеческих жизней уничтожили физически все сословия и классы дворянство офицерство духовенство крестьянство купечество предпринимателей казачество крестьянство и так далее ленин по брестскому миру отдал германии треть населения страны и половину промышленности лишил смысла жертвы понесенные россии за три года войны но сохранил себе власть лениным был построен стране социализм по схеме платона элита стража рабы из последних были в 1932 году выделены крепостные крестьяне ленин ломая либеральную власть буржуазии воссоздал ее в самом зловещем большевистском виде заменив ее жестоким и кровавым гнетом ленин был единственным деятелем в истории человечества который вознамеривался осуществить революционные перемены не в масштабе государства а всей планеты ленин и его сподвижники внушили великому народу что дорога к счастью равенству процветанию лежит через террор насилия беззакония произвол им лениным ценой неимоверных страданий чудовищных лишений и жертв впервые в истории человечества было создано полицейское тоталитарное государство изменить и в гитлеровском национал социализме лишь одно слово национал на интернационал и получите ленинский интернационал социализм то есть фашизм разница лишь в том что гитлеровский фашизм построен на расовой неприязни а ленинский фашизм на классовой нетерпимости их объединяет одна идеология одна партия один вождь и культ вождя один режим одни и те же преступные органы насилия борьба с инакомыслящими и их уничтожения депортации народов бессудные расстрелы концлагеря и у нас и в германии все якобы в интересах рабочего класса и там и у нас стремление к мировому господству правда у нас под видом мировой революции все это прикрыто лживой демагогией построенное лениным государство не могло существовать без гулага первый концентрационный лагерь был создан по указанию ленина на родине великого ломоносова в холмогорах для перевоспитания буржуазии офицеров при жизни ленина страна начала покрываться болезненной сыпью лагерей через которые прошли десятки миллионов людей он был главным архитектором и творцом гулага по указанию ленина впервые в истории производились расстрелы невиновных заложников он изобрел загран отряды бессудные расстрелы он изобрел загран отряды забрел в кавычках бессудные расстрелы ленин составил кошмарную 58 статью с 14 подпунктами по которой можно было расстрелять и невинного младенца ленина его сподвижники рассматривали россию только как средство для удовлетворения своих утопических амбиций только как плацдарм для совершения мировой революции создания всемирной коммунистической республики во главе которой он сам он стал бы сам а теперь уважаемые депутаты вдумайтесь в утверждение призывы ленина взятые из его сочинений цитата коммунисты могут достигнуть своей цели лишь путем насильственного низвержения существующего строя нашу партию и социализм в целом способны погубить и погубят первое многопартийность и буржуазная лжедемократия второе свобода торговли она пострашнее чем колчаки и деникины вместе взяты третья гласность свобода слова печати и собраний пусть 90 процентов русского народа умрет но 10 процентов доживет до мировой революции всех причастных контрреволюции колеблющихся расстреливать никого не спрашивая не допуская идиотской волокиты русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями раздайте русским дуракам работу русские тюхтя рухля ленивы партия не пансион для благородных девиц иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен что он мерзавец необходимо шире применять расстрелы она россию господа нам наплевать мы россию завоевали мы будем ею управлять на россию мне плевать ибо я большевик ибо ибо еще раз мы россию завоевали мы будем ею управлять на россию мне наплевать ибо я большевик русский народ велик как может быть велик держиморда угнетающий другие народы интеллигенция не мозг нации а говно все лица несогласные с большевиками считаются без исключения буржуями и белогвардейцами все нравственно что идет на пользу партии большевиков политики нет места нравственности а есть целесообразность опираться на интеллигенцию мы не будем никогда а будем опираться на авангард пролетариата ведущего за собой всех пролетариев и всю деревенскую бедноту другой опоры у коммунистов быть не может пролетариат не имеет родины ему нечего терять кроме своих цепей надеемся этого хватит эти в кавычках это простите так кроме своих цепей конец цитаты далее продолжение комментария надеется надеемся этого хватит эти в кавычках гениальные высказывания можно было бы продолжать и дальше и совсем не похоже что их мог произносить нормальный человек коммунисты и сейчас утверждая гениальность Ленина ссылаются на то что он сочинил 50 томов книг на планете не найдется ни одного человека включая ортодоксальных коммунистов в том числе и вас уважаемые депутаты которые прочли хотя бы один том его в кавычках сочинений в них один бред мракобесие заблуждения конспекты чужих книг и выпуски из них критика различных ренегатов бессвязные убогие наброски выступлений проекты различных постановлений тексты посланий писем и прочий хлам который нормальному человеку невозможно усвоить и переварить Ленин далек от гениальности так как ни один его эпохальный прогноз и заветы не притворились в жизнь и не оправдались достаточно вспомнить его категорические выводы о сроках прихода коммунизма неизбежности мировой революции крахи капиталистической системы и многое другое марксизм ленинизм оказался не наукой а мертвой идеологией на которой кровь десятков миллионов лучших людей по вине ленина был уничтожен лучший генофонд страны несостоятельность прогнозов и пророчеств ленина является безоговорочным историческим приговором человеку считавшемуся гением ленина его сподвижников совершенно не заботило то что народ никогда не уполновачивал большевиков коммунистов руководить россией и лично его возглавлять правительство второй всероссийский съезд советов 26 октября 1917 года избравший ленина председателем совнаркома не имел на это никаких полномочий прав власть ленина и созданного им правительства была нелегитимной и незаконной ленин и все другие правители государства до его развала были самозванцами неизбранными народом созданная лениным система монополии на власть способствовала и благоприятствовала появлению на самой вершине государственной власти людей бесцветных посредственных с крайне низким уровнем интеллектуального развития безграмотных убогих и примитивных которые оказавшись на вершине власти все мечтали лишь о том как бы пролезть дважды трижды четырежды герои маршалы с заветной мечтой быть похороненными в центре москвы у кремля гены ленина и породили всех этих бездарных ленинцев такими были у ленина наследники все идеи и мысли ленина совершить кардинальные экономические и социальные преобразования в россии создать общество коммунистического равенства и справедливости оказались идеи бредовой и безумной психически больного человека ленину не удалось сотворить рай на земле но создать ад он сумел быстро перечень преступлений ленина его сподвижников единомышленников поднявших ленина выше иисуса христа и правивших страной семьдесят три года от его имени можно продолжать до бесконечности история государства созданная лениным это и история борьбы со своим народом жизнь людей в постоянном страхе лжи и обмане ленин не великий не мыслитель не философ не ученый не политик не экономист не социолог а великий преступник и политический авантюрист двадцатого века король оказался голым ленин его сподвижник нужен был мертвым а не живым у малокультурных коммунистов и возникла сатанинская мысль увековечить труп ленина и сделать его символом новой эры коммунизма для чего изготовить из человека набитое чучело и выставить этого чучело идола на потеху праздной толпе что является аморальным и безнравственным нынешние руководители в том числе и президент Путин Владимир Владимирович не могут расстаться с этим чучелом который уже восемьдесят лет опасаются предать земле ленин в массовом сознании до сих пор остается священной коровой и хотя поклонялись ему творили его культ уже разоблаченные тираны сам идол выставлены в миллионах гипсовых и чугунных подобий в любом городе и селе на каждом полустанке у каждой водосточной трубы оставался в целом незапятнанным так как цитата живы еще его сподвижники и покровители защищающие его преступления пора наконец понять что без полного отказа от ленина ленинизма ленинских норм и принципов пока его труп покоится в мавзолее никакая свобода никакая демократия никакое возрождение россии невозможно вносим предложение в государственную думу россии которая основываясь на разоблачении жизни и деятельности ленина должна принять решение первое тело ленина сжечь и развеять его второе мавзолей ленина ликвидировать перенести с красной площади революционный некрополь разровнять землю вокруг этих мест и провести очистительный обряд по изгнанию бесов и удалению трупных нечистот третье снять сатанинские звезды с башен кремля заменив их двуглавыми орлами четвертое реабилитировать белое движение генералов Деникина Корнилова Врангеля Миллера Юденича адмирала Колчака и других пятое реабилитировать всех офицеров и солдат белой армии шестое реабилитировать участников Тамбовского Астраханского Ярославского Ижевского Донского Кронштадтского и всех других народных восстаний седьмое реабилитировать всех кто боролся во все времена с кровавой коммунистической тиранией с захватом большевиками власти началась целая эпоха переименований городов улиц площадей поселков сел и так далее большевикам было безразлично что переименование это исторический подлог покушение на историческую память народа которая и делает каждый народ народом это аморально нравственное преступление злодейство и перед ушедшими и перед ныне живущими и перед потомками А потому необходимо ликвидировать все. Переименования сделанные большевиками и возвратить народу вместо областей trivialова в тура Кировскую область и город Киров, дав им прежние исторические названия. Пока не вернутся старые исторические названия наших улиц, площадей, сел и поселков, носящие сейчас имена революционных бандитов Ленина, Дзержинского, Свердлова, Урицкого, Луначарского, Володарского и всех других, пока не ликвидированы и не снесены многотысячные монументы Ленину и другим зверам, не будет процветания и благоденствия всей России. Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветераны военной службы, бывшие командиры подводных лодок, капитаны первого ранга Н. Абрамов, В. Капранов, Э. Талкун, К. Иванов, Н. Суздалев От редакции Представляется, что все больше людей в Российской Федерации понимают, что без решения этого вопроса невозможно будет подлинное возрождение России. Несколько лет назад этот вопрос был поставлен, однако руководство КПРФ категорически воспротивилось этому. Более того, 7 июля 1999 года было принято заявление президиума ЦК КПРФ «Оградить святыни от осквернений». Советская Россия 8 июля 1999 года, в котором, в частности, утверждалось, Владимир Ильич Ленин похоронен в 1924 году, так, как решил народ, выразив и закрепив свою волю в единодушном решении съезда Советов СССР. За истекшее с тех пор время его усыпальница превратилась не только в историческую и гражданскую святыню, свидетельницу Парада Победы, встречи первого космонавта Земли и других величайших свершений советского народа, но стало и предметом культового и религиозного поклонения, выделено редактором, немалой части советских, российских граждан, независимо от их национальной и конфессиональной принадлежности. Поэтому не в компетенции представителей иных конфессий судить о правомерности избранного 75 лет тому назад обряда, если, конечно, они не желают подражать разрушителям храмов давно и по заслугам изгнанным из рядов коммунистической партии. В этой связи хотелось бы воспроизвести следующий документ постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1953 года о сооружении Пантеона, памятника вечной славы великих людей советской страны. ЦК КПСС и Совет Министров СССР постановляют в целях увековечения памяти наших вождей Владимира Ильича Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей КПСС, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание Пантеон, памятник вечной славы великих людей советской страны. По завершении сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина и остатки Иосифа Виссарионовича Сталина, а также останки выдающихся деятелей КПСС, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены и открытий доступ в Пантеон для широких масс трудящихся. Конец цитаты. Прокеремия, 22 глава, 19 стих. Ослиным погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота. Прокеремия, 14, 11. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Прокеремия, 51, 44. И посещу вилла в Вавилоне и исторгну из уст его, проглоченная им. И народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Вилл Владимир Ильич Ленин. Москва, 3-й Вавилон. Исторгнуты, реабилитированы, жертвы коммунистических репрессий. Верьте мне, обманутые люди, я, как вы, ходил по всем путям. Наша жизнь есть чудо в вечном чуде. Наша жизнь и здесь, и вечно там. Я знаком с безмерностью страданий, я узнал, где правда, где обман. Яркий ужас наших испытаний нам не для насмешки плоской дан. Верьте мне, неверящие братья, вы меня поймете через день. Нашей вольной жизни нет проклятия. Мы избрали сами светотень. Мы избрали зло, как путь познания. И законом сделали борьбу, уходя в тяжелое изгнание. Мы живем, чтоб кончить жизнь в гробу. Но когда с застывшими чертами мертвый торжественно мы спим, он, незримый, дышит рядом с нами. И, молясь, беседуем мы с ним. И душе таинственно понятно в этот миг беседы роковой, что в пути, пройденном безвозвратно, рок ее был выбран ей самой. Но, стремясь, греша, страдая, плача, дух наш вольный был всегда храним. Жизнь была решенная задача. Смерть пришла, как радость встречи с ним. К. Д. Бальмант